Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. И тема сегодняшнего видео очень полезная для всех тех, кто хочет жить долго, счастливо, насыщенно, без особых проблем и без особых болезней. Мы сегодня будем с вами говорить, как сохранить молодость. И я вам расскажу волшебное средство, которое очень полезно для каждого из нас, для всех, кто смотрит это видео. Мы сегодня будем говорить с вами о таком веществе, как Коэдзин-Кю-10. или же убихинон, или же витамин Кю-10, Коэнзин-Кю-10. Нет сегодня ни одного человека после 30 лет, кто бы не слышал о Коэнзиме. Что это такое? В руках у меня несколько БАДов. Это БАД. Но мы уже с вами говорили, что такое БАДы. Не переключайте сразу это видео. БАДы – это все натуральные вещества. Это травы, это настои, натуральные растительные препараты. Это все БАДы. Витамины, минералы – это БАДы. И, к сожалению, без этих веществ невозможно наше хорошее существование. Мы с вами не можем быть здоровы без БАДов. Так вот, Коэнзин-Кю-10 – это БАД. И с последними событиями, с каждым днем, БАДы становятся все популярнее и популярнее. Коэнзин-Кю-10 или убихинон – это витаминоподобное вещество. Коэнзин-Кю-10 был открыт Фредериком Крейном, американским ученым, еще в 1957 году. Он его достал из сердца быка, из бычьего сердца. И после этого это вещество изучалось. Далее, Питер Митчелл получил Нобелевскую даже премию за открытие в области эффективности Кю-10, коэнзима Кю-10. Речь о клеточной энергии или повышении жизни, повышении срока действия клеточек в организме человека. То есть, речь о продлении молодости, о продлении долголетии, о хорошем самочувствии в преклонном даже возрасте. Сегодня все умы современности, медики, ученые, уже доказали, что наша кожа, сердце, органы не могут без коэнзима Кю-10. Он нам необходим, как воздух. До 30 лет он у нас вырабатывается, наш организм справляется. А вот уже 30+, нам нужно, если мы хотим оставаться здоровыми, привлекательными, обладать хорошим самочувствием, прекрасным внешним видом, мы обязаны добавлять коэнзим Кю-10. Что делает это вещество? Во-первых, замедляет старение, защищает наши клеточки от свободных радикалов. То есть, у нас организм борется с онкологией, убирает, изгоняет раковые клетки, пожирает, не дает им развиваться в нашем организме. Борется с раком, профилактика диабета, повышается работоспособность. Этот коэнзим Кю-10, такое интересное название, борется с хронической усталостью, со стрессами. Мышцы становятся сильными, раны затягиваются, заживают. Коэнзим Кю-10 хорошо укрепляет и повышает наш иммунитет. Наш организм, мы сами становимся сильными, меньше болеем, меньше проблем со здоровьем у нас. Это иммуномодулятор. В чем разница иммуномодуляторов и иммуностимуляторов? Извините, у нас очень большая стоит жара. И у меня после рабочего дня, у нас есть, работает кондиционер, но аптека продолжает работать. Уже вот 6 часов вечера, начало 7-го. И в кабинете я закрыла, чтобы не беспокоить никого съемками. Очень душно, очень жарко, поэтому, извините, я буду с платочком. Значит, что делает еще коэнзим Кю-10? Это наш помощник в борьбе с лишним весом. И всем людям, вот таким, как я, полненьким, назначается коэнзим Кю-10, потому что он помогает бороться с лишним весом, с липидным обменом в организме. Он сжигает жир и еще понижает холестерин. У меня видео вот сейчас или до этого, или после выйдет про повышенный холестерин, про препараты статины. И вот их хорошо принимать именно с коэнзимом Кю-10. Далее, коэнзим Кю-10 помощник при боли. При мигренях. Все, кто страдает мигренью, неподобными приступами или мигренью, у них на 45% понижается вероятность приступа, развития приступа. Также коэнзим Кю-10 незаменим для наших глаз, для нашего зрения. Останавливает дистрофию сетчатки глаза. Также катаракта замедляется или же вообще не развивается. Значит, что еще делает коэнзим Кю-10? Снижает артериальное давление. Улучшает и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Облегчает течение астмы, бронхитов хронических, астматических бронхитов. Защищает легкие. Что является предшественником нехватки коэнзима Кю-10? Во-первых, дефицит витаминов группы В, в частности, витамина В6. Также генетические дефекты. Заболевание митохондрий. И побочное действие препаратов для снижения холестерина. Иногда человек принимает долгое время препараты статины из группы статинов. Будет следующее видео об этом. Или уже, может быть, предыдущим выйдет. Следите за контентом моим. То тут назначают коэнзим Кю-10 и ситуация у человека улучшается. Что происходит из-за нехватки коэнзима Кю-10? Во-первых, сейчас хронические заболевания помолодели. Мы живем в такой тяжелый период. И стрессы, и экологическая ситуация. В общем, ничего не улучшается для нас, для человека, в частности. И если мы сами с вами не будем беречь себя, не будем беречь наше здоровье, ничего хорошего с нами не произойдет. При нехватке коэнзима Кю-10, он может и до 30 лет в некоторых случаях плохо вырабатываться в организме, происходит повышенный рост онкологии. И исследования у онкобольных. Ученые заметили, что у тех, у кого рак, онкология, опухоли, то у тех людей коэнзим Кю-10 падает до критически опасных цифр. Что еще происходит? Страдают все клетки, если не хватает коэнзима Кю-10. Страдают все органы, но в первую очередь сердце. Почему? Сердце у нас это такой своеобразный живой мотор. Как мотор у машины, если что-то с мотором не так, машина не может хорошо ехать, она не может передвигаться. Так у нас живой мотор, наше сердечко живое. И оно, если машина останавливается, наше сердечко постоянно работает. Оно не останавливается ни на миг. И постоянно наше сердечко, наш живой моторчик качает кровь. И нужно много энергии этому нашему моторчику. Поэтому, чтобы оно хорошо билось, хорошо работало, нам необходим энергетик натуральный, хороший коэнзим Кю-10, без которого оно не может работать даже наше сердечко. Также без коэнзима Кю-10 при его нехватке развивается сердечная недостаточность. И многие люди, у кого не хватает коэнзима Кю-10, даже сидя на строгих диетах, не могут сбросить свой лишний вес. И получается ожирение. Учеными было замечено, что если уровень коэнзима Кю-10 снижался до 70% от нормы, извините, развитие, рост шел различных болезней. А если уровень коэнзима Кю-10 оставался в пределах 25%, то изменения в организме шли уже даже несовместимые с жизнью. Значит, кому же полезен коэнзим Кю-10? Всем без исключения, кому уже исполнилось 30 лет. Обязательно людям с хроническими заболеваниями, с повышенным холестерином, с любым хроническим заболеванием. У кого слабенькая иммунная система, у кого есть в генетике у родителей, у родственников угроза онкологии, диабетики, спортсмены. Какие же противопоказания? Противопоказаний я практически не встретила. Если вам они известны, напишите в комментариях. Мне будет интересно, что знаете вы об этом витаминоподобном веществе. Многие из вас, я уже знаю, напишут в комментариях, а где можно найти Кю-10, кроме как вот в тех таблетках, что показали вы. В нашей аптеке это есть уколы Коэнзим Композитум от фирмы Хель. У нас есть прекрасная фирма Допил Херц. Тут Коэнзим Кю-10 обогащенный еще и витаминами. И препарат Супрадин. Но этих препаратов различное множество. Это я вам показала, что у нас есть в аптеке на момент. Значит, где можно его найти? Это вкусные орешки арахис, соя, молоко, мясо, рыба, яйца. Но, к примеру, чтобы получить нужное количество Коэнзима Кю-10, вам нужно в день съедать, либо, к примеру, килограмм арахиса или 800 грамм хорошей качественной говядины. Но термическая обработка разрушает Коэнзим Кю-10. И сколько бы вы не кушали того же пальмового красного масла, жареную ту же говядину, фисташки, брокколи, сельдь, кунжут, вы не получите необходимого количества этого очень ценного вещества Коэнзима Кю-10. Поэтому я вам сразу скажу, что наличие в рационе этих продуктов, это будет очень хорошо. Но это будет недостаточно, чтобы мы же с вами хотим жить долго, качественно, продлить нашу молодость, хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать. Даже в пожилом возрасте, когда мы станем бабушками, дедушками, мы тоже захотим вести насыщенную жизнь, а не охая-ахая сидеть в креслах, качалках или же на кроватях. Поэтому Коэнзим Кю-10 нам нужен. Я, как фармацевт, хочу еще добавить от себя, что максимально эффективно принимать витамин Кю-10 с витаминами группы В, с витамином С и Е. И вот эта вот компания Допил Херц, она как раз такой комбинацией и выпускает этот важный витаминоподобный компонент. Значит, какая же, вы спросите, норма для нашего организма? Тут давайте хорошо запомним вот эти цифры. Вообще в нашей стране, в Молдове, Украина, Белоруссия, Россия у нас почему-то только 30 миллиграмм считается нормой профилактическая доза. Для лечения она может увеличиваться. Но в Европе эта доза может доходить до 300-500 миллиграмм. Плюс, что интересно, очень часто такой вопрос нам задают в аптеке или же такую просьбу говорят наши покупатели, наши дорогие пациенты. Говорят, дайте мне 10 таблеточек и я посмотрю, что будет. А вдруг у меня аллергия будет, хочу почувствовать, что я буду чувствовать. Дорогие мои друзья, я вам хочу сказать, что за 10 дней вы ничего не почувствуете. Вы должны принимать длительно коэнзим Q10. 10 недель, 10 недель вы должны принимать минимально этот коэнзим Q10. И тогда у вас будет хороший результат приема. Исследования показали, что даже принимая 1200 миллиграмм в сутки, не было у людей побочных эффектов. Поэтому, чем выше будет дозировка коэнзима Q10, Ну, давайте мы не будем до экстрима доходить и принимать 1200 миллиграмм, но пускай 500 миллиграмм у нас будет его на день приема. Что еще, как фармацевт, хочу вам подсказать, чтобы он хорошо у нас усваивался, мы его должны принимать после еды из жирненькой пищи. Например, пьете чаек, хлебушек с маслицем или тоже авокадо кушаете, кто противник сливочного масла. То есть он лучше усваивается в нашем организме с жирами. Я еще провела исследование и заметила, что на первом месте по употреблению коэнзима Q10 стоит, кто бы вы думали, Япония. И хочу вам сказать и заметить, а может быть, поэтому там столько много долгожителей? Значит, напоследок, что хочу уточнить, подсказать, доказать. Коэнзим Q10, шикарное вещество, которое хорошо изученное и дальше длительно изучалось, и дальше еще изучается, потому что это шикарный компонент, очень нам необходим. И исследования проходили в мире больше 10 лет. Смотрите, в каких странах, на японцах, на американцах, в Германии, и побочек не было совершенно, или какие-то незначительные показатели были в побочных эффектах. Что замечено было в результате после такого длительного исследования? 10 лет люди принимали коэнзим Q10. Во-первых, резко возрастало качество жизни. Испытуемые были и инвалиды, и диабетики, люди разных категорий, здоровые, больные, спортсмены разные. Что происходило? Увеличивалось уровень и качество жизни человека. Далее, укреплялся и усиливался иммунитет. Я там была отвлеклась, что иммуномодулятор сказала, но не объяснила, что такое иммуномодулятор. В медицине существует такое понятие иммуностимуляторы и иммуномодуляторы. Так стимуляторы – это те вещества, которые стимулируют нашу иммунную систему. Иммуномодуляторы выстраивают, модулируют, построяют клеточки в иммунной системе так, чтобы наш иммунитет очень хорошо нас защищал, хорошо работал. Если честно скажу, что иммуностимуляторы никакого действия на организм не высказывают. Почему? Не делают. Это знаете, как вам объяснить, на каком примере? Ну вот, например, вы заболели, и что-то от вас, например, вы мужчина, а ваша жена говорит, ну иди ты встань с кровати, ну быстро сделай то и ляжешь опять. И вы ради уважения, вы пойдете, вы что-то будете делать, но вы будете стараться быстрее сделать, лишь бы от вас отцепились, либо вас уже оставили в покое, чтобы вы могли лечь и немножечко отдохнуть, потому что вам плохо. А иммуномодуляторы, они так построят ваши клеточки, что вы, например, жена ваша, допустим, вы заболели, дала вам чая, дала вам лекарства, дала вам покушать, дала вам отдохнуть, и вы вот встали и с такой полной энергии, полной силой пошли в дело и давай действовать, давай хорошо жить, жить здорово и здорово, как говорится. Поэтому, что еще делал этот препарат? Укрепилось здоровье и даже многие люди освободились от многих хронических болезней. Еще хочу сказать, развеять один из мифов для женщин, как фармацевт, подскажу вам. Сейчас очень много уловок косметологов, которые говорят, вот в кремах добавлен Q10, вы будете молоды, вы будете хорошо выглядеть. Дорогие женщины, не ловитесь на эту уловку. Коэнзим Q10 не действует через кожу, он не может проникнуть через кожу, только через рот. Берете таблеточку, выпили, взяли те же полезные продукты, о которых я выше говорила, покушали. И в этой всей комбинации вы и будете очень хорошо себя чувствовать, будете долго жить, долголетие вам будет обеспечено. И даже если мы доживем до старческого возраста, даже тогда мы будем полны энергии, сил, бодрости, радости и заряда хорошего настроения. На этой положительной ноте я хочу прощаться с вами. Я прямо требую, чтобы вы поделились этим видео, потому что мы улучшим наше здоровье, внешний вид и все остальное. И, как говорят наши недоброжелатели, не дождетесь, принимая чудесный, витаминоподобный коэнзим Q10. Если вам была ценная информация, поставьте пальчик вверх. Поделитесь со мной, если вы уже знакомы с этим веществом и принимаете его. А мы все будем следить за комментариями, потому что комментарии полезны не только для меня, но и для всех тех, кто гости канала, кто нас слушает. С вами была Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. Пока!